Ребят, а перед началом видеоролика хотел бы вам напомнить то, что вышел новый сентябрьский набор, бархатный сезон, в котором у нас Chrysler K, HVK 30, Eagle 7 и Stere Woffertragen. Ну такая вот ПТ-шка седьмого уровня. Выбор, конечно, небольшой, также содержится 2D стиль, все включено, стиль очень, на самом деле, симпатичен, красивый. Можете перейти на мой сайт, опуститься ниже, и там будет вкладка со всеми доступными наборами. Можете все, ссылочка в описании перейти, посмотреть, и всего вам наилучшего. Ребят, всем привет! С вами Inspire99, и в сегодняшнем видео я решил пофилософствовать, дать свободу и обширность своей мысли, и поговорить с вами про 5 фатальных ошибок в развитии World of Tanks, которые привели к падению популярности игры. Безусловно, эта игра одна из самых, если не самая популярная на просторах СНГ, но все равно тот онлайн, да, и то количество игроков, которые были заинтересованы в этой игре, конечно, упали. Я в игре с 2010, ой, с 2011 года, то есть я в игре уже порядка 10 лет, боев-то я тоже довольно много отыграл, и как бы процент побед на аккаунте не самый низкий. И многие игроки все же вот реже начинают посещать игру, я замечаю то, что друзья у меня некоторые отходят, поэтому после 10 лет игры можно, в принципе, смело подвести итоги. И рассматривать здесь мнение типа, просто игра надоела, я не буду. Поэтому посмотрим на эту ситуацию немного глубже, и будем основываться не только на собственном мнении, да, но и на мнении других не менее опытных игроков и блогеров. Итак, я предлагаю вашему вниманию 5 ошибок в развитии World of Tanks, приведшие к падению популярности игры. Первое, с чем могут многие не согласиться, потому что бытует такое мнение, но все же для меня это подкрутки в балансе. На мой взгляд, это стало активно использоваться на пике популярности игры, примерно вот 15-16 год, чтобы вот скилловые игроки не могли нагибать на постоянной основе новичков. Или просто тех, кто плохо играл. Как говорили сами разработчики, в принципе, да, порог входа в игру стал слишком высоким, но и сказано сделано, не будем строить теории, как они это делают. В принципе, кому интересно, можете какие-то другие видеоролики глянуть, их огромное количество. А посмотрим толком, к чему это привело. Опытные игроки, которые регулярно играли в эту игру, не оставили это незамеченным и просто покинули игру или стали меньше играть. То есть регулярно играющих игроков стало меньше, реально меньше и онлайн упал. То есть вот эта ниша, которая освободилась, да, в полной мере ее так и не восполнили. Такие же санкции разработчики ввели против взводов, нагибающих рандом. Я какое-то время состоял в клане, это год 2015-16, наверное, был. И у нас вот там клан был типа, ну, для нагиба во взводе. То есть мы там особо нигде не катали, просто мы формировали взводы и нагибали. В этот момент, где-то летом 2015 года, мы заметили, что балансировщики стали все чаще и чаще кидать взвод низ списка. И у нас пошли, то есть одни сливы, как бы ты внизу, ну, тяжело тебе нагнуть. Через несколько месяцев около половины игроков в клане уже больше не заходило. Поэтому я считаю, что подкрутки действительно есть. Возможно, не такого формата, как многие думают. Но все-таки, когда я играю на 60% побед, и у меня 3 дня подряд на 15, на 17, на 20% побед за хорошее количество боев и за хороший средний урон. Но немного как-то странновато. Как это может быть? Неужели плюс-минус так работает? Плюс 25, да, ВБР? Ну, такое себе. Второе, это арта. За это время, пока я в игре, ее много раз передерывали. Она была мега ужасной. Но сейчас более-менее как-то ее смогли, наверное, довести до ума. То есть я сейчас от арты вообще не горю практически. То есть, например, несколько лет назад ввели эффект оглушения, да, механика, против которой были почти все. Но в итоге как-то это перебалансили. В принципе, сейчас, да, то есть вот спустя такое огромное количество времени, спустя те времена, когда там Т-92 чуть ли Мауса могла забирать, да, с полным. ББшки это от арты ужасные. Су-26, который, в принципе, и со седьмого могли разбирать, да, вот эти вот все бои прикольные. И страшные, между прочим. Я считаю, что, в принципе, вот с артой более-менее вопрос решили. Сейчас я вот ловлю себя на мысли, может, что в последнее время я слишком много играл в ранговых. Но, как такового, дисбаланса большого от арты я не получаю. Вот, серьезно, я не думал, что такое может случиться. Но вот как-то решили, да, то, что она теперь не так много накидывает урона и с оглушением там, ну, с оглушением не решили. Если бы еще оглушение убрали, вообще бы было прекрасно, да. Но и без того хорошо. И как-то арты меньше стало. То есть вот эта проблема, она, в принципе, историческая. Я бы не сказал то, что она существует сейчас в игре. Вот сейчас ее нету. Но то количество игроков, которые ушли из арты, оно велико. Оно просто громадное. Поэтому я считаю то, что это, ну, одна из основных проблем. Я не ставлю эти проблемы. Там первое место, второе, третье, четвертое, пятое. Нет. Просто я имею в виду, вот, как бы, эта проблема была. Ее исправили. Но те последствия, которые она нанесла для игры, просто, мне кажется, неисправимы. Вот. Третье место, на мой взгляд, тоже многие, возможно, могут и не согласиться. Это премиум танки восьмого уровня. Отчасти, да. То есть не все. Я сейчас расшифрую, что я имею в виду. С падением популярности игры упали, соответственно, и продажи. Да. У разработчиков. То, что если раньше можно было там как-то на прокачке, еще на чем-то. То вот заинтересованных игроков стали меньше. Да. Старые премтанки с характеристиками хуже, чем у прокачиваемых танков. Перестали приносить, по сути, прибыль. Поэтому разработчики активно стали вводить новые премиум танки восьмого уровня. С характеристиками, если уж неравными, да, то превосходящими прокачиваемые танки. Вовремя они остановиться не смогли. И баланс на восьмом уровне, а по совместительству это еще седьмой, шестой уровнях, был полностью сломан. Сейчас в игре столько премиум танков, что в рандоме на восьмом уровне почти не встретишь какие-то обычные прокачиваемые машины. Да, там по типу, я не знаю, какого-нибудь королевского там тигра или еще что-то. Ну, то бишь, их стало намного меньше. Игроки на восьмом уровне это просто фарм. Все. Просто фарм. И это вполне закономерно, так как играть на прокачиваемом танке против новых премиум танков довольно сложно. Не то, что даже они фармят, а просто сложно. А если ваш танк еще ниже уровнем, то почти невозможно. И итог того, что новые игроки, которые не докачались еще до шестого-седьмого уровня, да, или которые, ну, докачались, взяли и решили поиграть на каком-нибудь стоковом ИСе, попадая в бой с новыми премиум танками, быстро понимают, что это игра для донатеров. Конечно, даже опытный игрок на соснулом ИСе, на стоковом, да, ну, как бы, получит. Но он хотя бы понимает, почему это происходит. А здесь понимания этого нету. И это очень часто отталкивает новичков. Простым изящным решением проблема могла бы стать введением, допустим, ну, возможно, премиум девятого уровня. Разработчики недавно, как бы, это сделали, но баланс уже был сломан. То есть, вот, конечно, нужно как-то было делить игру по типу, вот, где новички, да, пока они там обоснуются, попадая к восьмеркам. А сейчас их настолько много, всяких бурасков, проджет, лансонов, шкоды Т-56, защитников или еще что-то, что стало довольно, ну, сложно играть. И игра действительно превратилась в то, что мы играем, сейчас прикол не ради прокачаться до какой-то десятки, а сейчас игра, вот, купить какой-то премьум восьмого уровня и нагибать на нем. Вот, действительно, игра сейчас превратилась в это, на мой уж взгляд. На четвертую позицию, да, я бы не сказал то, что по значимости, а просто вот четвертый, да, фактор, который я решил, это то, что игра почти остановилась в развитии. На мой сугубо личный взгляд. То есть, вместо того, чтобы напихивать новые танки, да, с какими-то там супер характеристиками, или всякие проекты, которые, я не знаю, нарисовали студенты или кто, на одни и те же уровни, можно было ввести новые уровни, да, по типу 11-12. Вот, да, возможно, это тоже был бы не самый лучший вариант, но это хотя бы что-то. Возможно, я сильно заблуждаюсь, но все-таки, в любом случае, что Объект 279, что Чифтейн, как и многие другие танки, это не современники Мауса. И им нужно играть против, допустим, Т-72 или другие танки, там, 60-х, 70-х годов. А так, стагнация, по сути, ничего нового в игре не появляется, так как все подгоняется под старые уровни. Вот раньше были, да, действительно прикольно, вот был чемпионат Европы, да, условно говоря. Почему не ввели этот режим? Он, блин, фановый был, всем нравилось, все получали кайф. Сейчас вот как-то, я не знаю, почему не вводят, да, эти режимы там как-то с 13-м эти были, когда мы в заводами еще играли, там, фармили. То есть вот эти режимы, они были действительно прикольные. Почему убрали КБ? Возможно, мало игроков, но были люди, которые в это играли, опять ушел отток. Я не знаю, может, там как-то место на сервере это занимало или в деньги упиралось. Я, честно говоря, не знаю. Конечно, можно сюда было еще отнести сербо-голду, то, что сделали, еще что-то, еще, еще, еще. Но тогда бы, мне кажется, возможно, была бы вообще такая прослоечка, да, вот бедный игрок и те, кто действительно донатят, которые там вкладывают неимоверные бабки, они просто на голде бы били всех и вся. Но так, я считаю, что вот эта вот проблема, то, что остановка в развитии, проблема с киберспортом, то, что киберспорт рухнул. Все вот киберспортсмены, которые были там, они пошли на YouTube, начали привносить вот эту вот пропаганду на выливание урона, на статистику, давай там нагибай там, вот это вот все прочее, пятое, десятое. Хорошо играть, конечно, это неплохо, но когда идет ярая пропаганда за все это, то, конечно, все игроки стали больше внимания обращать на свои личные достижения и забывать немножко про команду, ну и, соответственно, вот во что превратилась наша игра, да, когда, ну, тебе не оставят там лишний фраг, когда тебя сразу же оббасут, если ты что-то не так сделал. И игра просто стала, не игра точнее, а игроки стали в ней немножко вот злее, потому что стали больше внимания обращать на себя. Это лично мое такое мнение, я, наверное, вот заметил. Ну и пятое я решил как бы оставить, да, вам, чтобы вы написали в комментарии, что вы считаете, какая была ошибка в развитии World of Tanks, пришедшая к падению популярности игры. Пятую причину напишите вы сами. Я попытался все это как-то скомпоновать, надеюсь, вам это понравилось. Всем, ребят, большое спасибо, обязательно подписывайтесь на мой канал, приходите на стримы, пишите свои комментарии и до новых встреч, пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok